Всем привет! С вами снова Олег, это проект Моспарк Все о парках Москвы и активном отдыхе В них лето продолжается, летний сезон в самом разгаре И мы продолжаем освещать тему моделизма, доступного каждому, доступного многим Сегодня к нам на обзор из Китая, точнее из Сингапура Пришла вот такая огромная, просто огромнейшая для наших обзоров коробка Видите, даже камеру пришлось поднять повыше Пришла она из магазина Banggood Открыл для себя этот магазин Ссылка на этот товар будет в описании Ссылка на аналогичный товар, который можно купить сразу в Москве Также будет в описании Два слова, почему Banggood Во-первых, если вы хотите купить недорого, очень рекомендую Там сейчас идет распродажа Ценник на эту замечательную игрушку 7 715 рублей вместе с доставкой Доставка оказалась EMS Более того, пришла эта посылка очень, очень и очень Просто нереально и неожиданно быстро Отправлена она была 27 июня Оплачена 21 июня А 1 июля вечером мне ее привез курьер Значит, вот такая вот коробочка Ну, в названии темы вы уже видели В названии видео, что это такое Но в видео пока храню интригу Коробочка не маленькая Самое интересное В коробочке у нас дырка Я думал, что-то потеряли, вытащили Но нет Здесь у нас в дырке в этой Переходник И он аккуратно был засунут внутрь Я, честно говоря, не ожидал такого От нашей родной почты Замечательно Ну, в общем, начнем Начнем исследовать Нашу коробочку Аккуратненько ее вскроем И посмотрим, что же к нам пришло На наш обзор Вскрываем Пока вскрываю, еще раз скажу Коробка пришла быстро Коробка не мятая В пользу магазина Banggood В сравнении с тем же китайским Алиэкспрессом Могу сказать следующее Алиэкспресс На мой взгляд, это некий рынок Где сотни продавцов Торгуют тысячами одинаковых товаров Неизвестно, что за продавцы Неизвестно, как себя поведут Магазин Banggood Это все-таки магазин Найти товар там проще Но, в общем-то, как на рынке Не поторгуешься И поискать там цену меньше Чем первый найденный товар Не получится С другой стороны Товар там искать быстрее Проще Описание более понятное Он также работает с карточками С Яндекс.Деньгами С PayPal Ну и так далее Томительное ожидание Мы заканчиваем Сегодня у нас на обзоре Вот такая замечательная игрушка Это квадрокоптер От VL Toys Модель 666 Ничего сатанинского В этом числе мы не видим Видим в этом Сплошной позитив И новые для себя И, надеюсь, для вас знания Модель оснащена камерой Модель оснащена Монитором И все это удовольствие Обошлось В 7715 рублей С доставкой Весьма и весьма недорого Безусловно, вы скажете В Москве Средняя зарплата 50 тысяч рублей Это шестая Приблизительно Часть средней зарплаты И так далее Ну, в общем Можно подкопить Купить Поиграть А потом На Авито Или на РС Дизайн Продать этот квадрокоптер Если вы его не разобьете И, в общем-то, эмоции будут И часть денег Сможете сохранить Поэтому Вопрос цены Мы отложим в сторону Сразу скажу У нас на обзорах Доступные модели Мы не будем рассматривать Квадрокоптеры Стоимостью В 200 тысяч рублей Машины Стоимостью В 70 В 80 В 100 тысяч рублей У нас на обзорах Доступная техника Для родителей Детей Для совместного досуга Начнем распаковывать Саму коробку Она пришла Она пришла Вся целенькая Не мятая Так, чехол мы С почты Убираем в сторону Коробочку я вам Со всех сторон покажу Запись в высоком разрешении Думаю Все вы увидите Видите, ничего не вскрывалось Все целенькое Ничего не мятая Ну, по-русски Соответственно Ни слова Если купите В России Вполне возможно Будет русскоязычная Инструкция Вполне возможно Будут какие-то Надписи На родном языке Считаю, что Это было бы Неплохо Ну да ладно Открываем Любопытно Квадрокоптеров У меня никогда Не было Честно говоря Оправлять ими Не умею Немножко летал На вертолетах На самолетах Ездил на машинках Не так давно Управлял Катером Кроме того Сейчас мы Готовимся К запуску Твердотопливной Ракеты С дочкой Поэтому Интересного У нас еще будет Ну что ж Достаем Не обманули ли нас В магазине Что у нас внутри Все ли нам положили Так В коробочке Показываю Больше ничего нет Коробку в сторону Коробка целая Это замечательно Почта России Последнее время Радует Качеством Оказываемых Услуг Скоростью Просто замечательно Итак Модель Квадрокоптера Клевая Игрушка По крайней мере На вид Давайте сразу Прикинем размеры И будем доставать Упаковано Сразу скажу Замечательно Все в пенопласте Лежит достаточно Плотно Я не вижу Здесь никаких Повреждений Ничего Доставка Замечательно Итак По диагонали У нас Чуть меньше Чем 63 см Если брать По ширине Здесь будет Чуть меньше Чем 53 см Ну и так Тоже чуть меньше Чем 53 см Ну что ж Попробуем достать Эту игрушку Из коробки Достаем Выглядит она Вот так Здесь у нас Подвешена Камера Сейчас я сделаю Поближе Чтобы рассмотреть Эти внутренности Чтобы вам Тоже было интересно Ну наверное Вот так Здесь у нас Находится Надеюсь Камера Сфокусируется Вот здесь у нас На Вот этих Вот Силиконовых Подвесах Находится Видеокамера Дальше Вот так Вот у нас Устроены Винты Пропеллеры Вот это Вот Ножки Опорные Ну В общем Наверное Смотреть Здесь больше Внутри Нечего Сейчас я Опять Сделаю Широкий Угол И мы Продолжим С вами Распаковку Комплекта Посмотрим Что у нас Ещё Идёт В комплекте У нас Идёт Описание Комплекта Дистанционной Видеосвязи По-русски Ни слова Ну да и ладно Я думаю Можно всё найти В интернете Скачать Здесь у нас Инструкция На английском На Видимо Китайском Я в Иероглифах Не силён Всё Всё с Картиночками Всё Понятно Описание Из чего Состоит Как Собирается Перечень Комплекта Перечень Составляющих Так Ну что Квадрокоптер Пока В сторону Что же Осталось В нашей Коробке В коробке У нас Остались Тоже Закрыто Так Ну давайте Это уже Аккуратно Откручивать Потому что Там экран И Ножом Вырезать Это я Боюсь Так Кстати У нас Здесь Ещё Кое Что Есть Так Что Сейчас Будем Разбирать Ну Собственно Говоря Пока Откручиваю Ещё Пару Слов О Китайских Этих Моделях На самом деле Ожидать Что Здесь Будет Поставка Премиум Качество Не стоит Потому что Это квадрокоптер Стоит В полной Цене В районе Где-то 14-15 Тысяч По распродаже Чуть Менее Восьми И за это И за эти Деньги Вы получаете Ещё И Возможность Съёмки Видео Дистанционного Очень Даже Недорого Итак В комплекте У нас Идёт Давайте Мы его Аккуратненько Откроем Так В комплекте У нас Идёт Вот такой Вот Ничего Не упало Вот такой Вот Экранчик Мониторчик Сейчас Опять Сделаю Поближе Тоже Быстренько Вам Покажу Заодно Увижу Что он Целый Оп Откроем Что в комплекте Идёт Ещё Итак Ну Я бы сказал Наверное Жиденький Но Смотря с чем Сравнивать Если сравнивать С нашей Санвой То Да Там пульт Как-то более Солидно Выглядит А если Сравнивать С Пультом От модели Которую Вы можете Купить В каком Нибудь Ближайшем Магазине Игрушек Так Весьма Достойно Крышечка Батарейного Отсека У нас Открывается Каким-то Тайным Способом Мне Неизвестно О Вам Потребуются Четыре Батарейки Пальчиковых Лучше Наверное Аккумулятора Но мы Поставим Батарейки Они Более Плавно Садятся Хотя Лучше Наверное Экономичнее Использовать Аккумулятор Аппаратура 2.4 ГГц Удобно Антенка Не метровая Которую Можно Погнуть Сломать В общем Пока Впечатления Очень Даже Приятные Ну Кнопочки Конечно Жиденькие Такие Далее Поганый Скотч Далее У нас Идет На 800 Миллиампер На 10 Вольт Блок Питания Зачем нам Вот эту Штуку Положили Я Честно Горя Не понимаю У нас Обычная Вилка Бонус От Бенгуд Который Так Заботливо ЕМС Вложила Назад В порванную Посылку Ну В общем Удивлен Далее Аккумулятор 1200 Миллиампер Часов 7,4 Вольта Литий Полимерный Соответственно Двухбаночный Давайте мы его Померим Может быть Кто-то будет Заказывать Дополнительный Если не По артикулу То хотя бы Понимать Размер Значит Ширина У него 29 Миллиметров Кто по-русски Не понимает Покажу Циферками Далее Давайте Сделаю Чуть пошире Чтобы было Наглядно Далее Длина 63 Миллиметра Толщина 17,3 Вот так В комплекте У нас Еще идет Опять этот Сконч Пакостный Опа Пыточный звук Пенопласта Итак У нас идет Балансир Балансир На двубаночный Аккумулятор Здесь Я вам позже Покажу Все Подробно Так Еще один Пакет Кстати Здесь скотч Не прилип Не оставил Таких Страшных Следов Как на блоке Питания Так Здесь у нас USB Шнурок Какой-то Видимо Зарядка Для Видеокомплекта Значит Четыре Дополнительных Винта Карта Памяти Картридер И две Антенки Весьма Неплохо Так Давайте Сейчас Весь Мусор Уберем По Сложившейся Уже Традиции Давайте Все Быстренько Взвесим Может Быть Тоже Будет Интересно Итак Аппаратура Управления Весит Без батареек 450 грамм Далее Блок питания 64 грамма Бонус От Banggood 21 Балансир 31 грамм Сейчас Отдельно Взвесим Антенки Так Антенка Длинная Ой Живая 23 грамма Антенка Покороче Тоже Живая 16 грамм Далее У нас В комплекте Идет Карточка На 4 гигабайта Какая-то Непонятная Картридер Вместе Они весят 8 грамм Продолжаем Аккумулятор Аккумулятор 65 Монитор 186 Далее Еще один пакетик Распакуем Далее USB кабель Видимо Видимо Для зарядки 9 грамм Красный Пропеллер Весит 3 4 грамма Черный Тоже 4 Но соответственно Все 4 Весят 16 грамм Очевидно Давайте взвесим Квадрокоптер Взвесить его Просто на весах Не получится Ножки Не позволят Поэтому мы возьмем Вот такую вот Подставку Пластиковую На нее Водрузим Наши Весы Включим 0 Ну соответственно Они работают Итак Ставим Наш Квадрокоптер Я надеюсь Вам видно Всего 260 грамм Так Ну и коротко О том Почему В общем-то Заказана именно Эта модель А не какая-то Другая Во-первых Из того Что можно купить Она Относительно Недорогая Во-вторых У нее есть Вот такая Чудесная Рамка Надеюсь Это все-таки ЕПП А не просто Пенопласт Снизу У него Ножки Ну и в общем В результате Падения Какого-то С небольшой Высоты На Вот эту Вот рамочку Видите С квадрокоптером Оп Оп Ничего Происходить Не будет Покупали мы Его не для того Чтобы вести Профессиональную Съемку Или Заниматься Чем-то еще Таким Особенным На самом деле Мы с дочкой Его просто будем Запускать Опыта Запуска Квадрокоптеров У нас нет Поэтому Вот эта рамочка Нам будет Очень даже К месту Потом мы ее В крайнем случае Снимем Когда научимся Стоит он Еще раз скажу По распродажной цене Кто захочет Тот успеет Купить еще На Начало Июля 2015 Года В магазине Banggood Он стоит Чуть менее 8000 рублей В комплекте Аппаратура Управления Аппаратура Для полетов По камере Камера Установлена В квадрокоптер Один Аккумулятор Я думаю Что одного Аккумулятора Очень мало Поэтому стоит Заказать Сразу Два Или Три В общем Я в этом плане Немножко Тормознул Но Я думаю Что мы Сейчас Дозакажем С дочкой Дальше Балансир Это хорошо Это не просто Зарядное устройство А Зарядное устройство Выравнивающее Напряжение Вот на Там плохо видно Но там внутри Как бы два Аккумулятора Вот Он выравнивает На них напряжение Тем самым Он его полнее Заряжает И аккумулятор Дольше служит В комплекте Запасные винты Какая-то фиговина Абсолютно Ненужная Которую на почте Не сперли Ну и на этом Наверное Все Распаковка У нас Закончена Обозревать Здесь особо Нечего Это игрушка Это непрофессиональный Квадрокоптер Для съемки Видео С воздуха Пришел он Быстро Пришел он Весь целый Коробка Не мятая Сегодня мы Его зарядим Немножко Разберемся С инструкцией Я думаю В ближайшие дни Мы с дочкой Выйдем И она попробует Поднять его В воздух Спасибо вам Что смотрели Нашу распаковку Гуляйте больше Гуляйте чаще Проводите время Разнообразнее Я надеюсь Мы сможем В этом Немного вам помочь С вами был Олег Проект Моспарк Ставьте лайки Ставьте дизлайки Подписывайтесь на канал Отписывайтесь От канала Считайте интересным канал Расскажите о нем Друзьям Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok